Организация спортивных мероприятий – давняя традиция профсоюза здравоохранения. Ведь занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и способствуют сплочению коллектива. Уже второй год организовывается турнир по мини-футболу среди работников здравоохранения нашей страны. В прошлом году игры проходили на спортивных площадках таких городов, как Гродно, Гомель и Минск. В этом году чемпионат принимает город над Бугом. Три года назад, посещая нашу организацию здравоохранения, поступило предложение от наших любителей футболистов, врачей, о проведении чемпионата по мини-футболу. Мы услышали эту просьбу и, в общем-то, обсудили на уровне нашего отраслевого профсоюза, приняли решение, что раз есть предложение, необходимо его реализовать. Поэтому с позапрошлого года мы начали проводить областной этап по мини-футболу среди работников системы здравоохранения. В прошлом году это был уже республиканский, среди участников практически все врачи и даже руководители отдельных учреждений здравоохранения. То есть данный вид спорта востребован, желание участвовать в соревнованиях у наших членов профсоюза, у работников системы здравоохранения есть. Поэтому мы сегодня здесь, в городе Брест. Организаторы турнира также отметили важность поддержки здорового образа жизни и активной физической активности, особенно в медицинской сфере. Ведь такие спортивные события способствуют укреплению дружеских связей среди работников здравоохранения и развитию командного духа. С этим бесспорно согласна команда медиков Брестской области, которая давно увлечена футболом, регулярно тренируется в составе медицинского мини-футбольного клуба «Адреналин», объединяющего медицинских работников города Барановича с 2014 года. В работе врача остается не так много времени для какого-то удовольствия. Хобби, которое нашел я и мои ребята, это увлечение с детства. И решили его все-таки сохранить, продолжить. И, скажем, благодаря этим турнирам позволяет нам как-то реализоваться еще с другой стороны себя, не только как специалистов медицинской сферы, как врачей, наш медицинский персонал, средний медперсонал, но с стороны футболиста. Все-таки есть спортивный азарт, он остается, он сохраняется. И мы надеемся, он будет продолжаться у нас. На футбольном поле разыгралась нешуточная борьба. Все команды были достаточно сильные, а потому конкуренция бесспорно присутствовала. Конкуренция возрастает, команды начинают комплектоваться, усиливаться, в том числе и молодыми специалистами. В нашей команде тоже мы привлекаем на этот турнир одного нового футболиста, врача-футболиста, который занимался футболом и сейчас успешно у нас работает в центре онкологии. И, безусловно, уровень растет, молодые специалисты подпирают более пожилых, таких как я, поэтому конкуренция действительно высокая. В первом отборочном этапе Брестская область одержала победу над тремя командами из города Минска, Минска и Гомельской областей. А это значит, что первый регион примет участие в завершающем этапе, который пройдет в Минске. Аплодисменты.